Здравствуйте, друзья! Здесь Демитров Юрий. В последнем моем видео я рассказал о том, как на низколиквидном рынке упали акции Микрон практически до нуля. Сегодня биржа открылась, это было на прошлой неделе, сейчас биржа открылась. Давайте посмотрим, что сейчас происходит с Микроном и что сделал я. Переключаюсь на экран. Вот сейчас вы видите биржевой терминал. На настоящий момент это вот тот же самый Микрон, Микрон Технологи. Торги еще не открылись, вы видите, да, на американском рынке, поэтому все пусто. Вот что я сделал. Вот видите, здесь вот сейчас я переключу. Вот вы видите, что, ну вот она вот эта вот та самая свеча, о которой шла речь, вот она. И я перезашел снова, да, у меня сработал сток, вот я перезашел здесь и снова открыл эту же позицию. Вот желтым цветом показана текущая позиция моя по Микрону. Да, я, так сказать, небольшие убытки понес, я не помню какие, но небольшие, прямо скажем. Вот, и для повторения, так сказать, если вдруг повторится та же ситуация, которая была, я на всякий случай поставил вот здесь, take profit, но вряд ли он сработает. Конечно, сейчас я переключусь назад на дневной график. Вот, сейчас текущая позиция здесь и вот здесь я поставил take profit на всякий случай, так сказать, у меня есть еще возможность докупить, скажем, 10 акций. Я поставил take profit на, ну вот если будет такая же ситуация, на уровне 35.24, то есть сработает эта заявка. И там защитный спред у меня стоит 0.04, то есть если он будет так вот же оглушительно падать, то где-нибудь там снизу он сработает. Вот, ну опять же, будут куплены акции или нет, я не знаю, потому что там возможно все, проскальзывание и так далее, потому что это стоп-заявка take profit. Там все возможно, там возможно проскальзывание и так далее, то есть вот в той ситуации, наверное, вряд ли купились бы акции, которые была в той ситуации. Ну вот так. Та ситуация возникла из-за того, что рынок низколиквидный. Какие еще инструменты есть низколиквидные, на которых можно сыграть вот таким образом? Ну прежде всего это облигации, то есть есть многие облигации, которые низколиквидные, там очень мало заявок на покупку и на продажу. Ну вот сейчас вы видите, я нашел облигации Уралкалий. Посмотрите, как выглядит график Уралкалий. Это дневная свеча. Смотрите, практически нет сделок, практически нет сделок. И вот здесь вот были сделки и здесь объем составил 6 облигаций за день, понимаете? Вот такая низкая ликвидность, 6 облигаций за день. Номинал облигаций я не помню, но по-моему там 1000 рублей, сейчас попытаюсь найти. Вот, посмотрите на стакан цен. Кто-то хочет купить одну облигацию по 98% от номинала и кто-то хочет купить облигацию по 63% от номинала. Давайте попробуем выставить заявочку. Покупка. Да, вот, пожалуйста, это облигация номинал 1000 рублей. Давайте выставим еще, скажем, ничего мы не выставим, потому что... А, потому что у нас не тот код клиента стоит. Вот, пожалуйста. Вот я имею возможность выставить две заявочки. Давайте выставим две заявочки по цене. Вот, 60. Вот так вот. И, ну, пусть будет три заявочки. Нет проблем. Вот, три заявочки я могу выставить. Я ставлю заявочки на покупку. Вот так вот. Для выбранного инструмента цена должна быть не меньше, чем 62,3. Давайте поставим 62,3. 62,5 поставим. И то же самое выставим. Вот, три облигации мы купим. Мы ничего не потеряем. И если вдруг кому-то срочно захочется продать облигации, то вот, пожалуйста, он купит одну облигацию по цене 98% от номинала, вторую облигацию по цене 63% от номинала, и третью облигацию он купит по 62,5% от номинала. Что я сделаю в случае, если эта заявка сработает? Я тут же ее выставлю по цене. Ну, вы видите, 102% от номинала. Таким образом можно заработать. Сразу будет 30 с лишним процентов вот на этой операции. И, ну, возможно, я буду выставлять эту заявку на продажу, скажем, неделю или две. Ну, согласитесь, что 30% за две недели – это очень даже неплохой результат. Вот. Где еще есть возможности работать с низколиквидным рынком? Так, вот здесь я их искал. Вот. Ну, соответственно, Уралкалий. Ну, давайте посмотрим, какая, так сказать, ну, а какая тут доходность? Сейчас посмотрим, давайте, текущую доходность, которая будет, если я, если вот эта сделка у меня сработает. Вот. Сейчас я доходность. Да. Вот. Тут она зашкаливает. Видите, доходность в годовых считается, естественно, сразу. Вот. Она автоматически считается. Это будет, если эта заявка вдруг сработает, то это будет 26231% годовых. Вот. Ну, вряд ли она сработает, вы понимаете. Ну, вот на случай вот таких вот скачков, если вдруг кому-то срочно надо будет продать, почему нет? Вот. Еще один вариант, где возможна торговля на низколиквидных активах. Вот, пожалуйста, посмотрите, как происходит это дело на срочном рынке. Ух ты, как у меня тут все хорошо. Сейчас я тут сдвину немножечко. Вот так вот. Просто у меня тут торговля идет уже. Сейчас, секундочку. Я тут поменяю немножечко. Все. Смотрите, на срочном рынке есть такие инструменты, как опционы. Давайте посмотрим на цену на опционах. Здесь можно делать деньги очень даже большие, но предупреждаю, что это очень-очень сложный инструмент. Там есть вероятность, огромная вероятность того, что можно потерять деньги. Вот, посмотрите, вот у меня куплен опцион колл, 5 штук опционов колл. Давайте посмотрим на стакан цен на опционы, как он выглядит. Он очень небольшой, посмотрите, здесь низкая ликвидность. Вот, посмотрите, какая цена стоит в стакане цен. 3 доллара. По 3 доллара кто-то хочет купить. 3 лота. И по 0,05 30 лотов. Ну, понимаете, да, что это по 0,05 эти люди купят. И по 0,01 купят по 210. Именно рассчитана ситуация, именно вот на такие ситуации. Вот. Что кто-то купит вот такой колл. А я поставил, соответственно, свои 3 лота, 5 лотов, 5 лотов на продажу по 4,76. Ну, почему бы и нет, если я их купил там по, мне кажется, по 1,75 я купил. Почему бы и нет, то есть прибыль будет 300% здесь, в общем сказать. Ну, сумма уложена, да, 10 тысяч рублей. Теперь дальше. Давайте посмотрим следующий инструмент. Вот 64-й ПУД у меня. Значит, давайте посмотрим то же самое. То же самое я поставил. Посмотрите, по 0,56 я готов купить 10 лотов. У меня их нет. Продавать лоты, значит, можно, типа, продать, но в шорты крайне не рекомендую. Потому что там можно залететь на очень большие деньги. Вот, когда мы покупаем опционы, у нас наши убытки ограничены. Когда мы продаем опционы в шорт, наши убытки, в общем-то, не ограничены. Вот, это надо знать. И об этом я рассказываю, кстати, на курсах биржи для чайников. Вот, что у нас теперь здесь. Здесь, ну, вот я, так сказать, куплю по 0,56. Ну, давайте посмотрим, какая реальная цена теоретически должна стоять. Теоретическая цена руб 27, значит, 1,27 доллара за лот. Я пытаюсь купить по 0,57. Ну, понимаете, что, скорее всего, я его смогу продать, потому что теоретическая цена 1,27. То есть, здесь то же самое, 100% можно заработать. Но на небольших суммах, как вы видите, давайте следующий колл смотрим. Вот у меня эта позиция уже сработала. Они были куплены в свое время. И сейчас я поставил вот эти 3 лота на продажу. Вот 3 лота у меня куплены, 3 лота на продажу. Я поставил по 4,26. Все. Значит, смотрите, всего на продажу стоит, передо мной в очереди стоит 3 лота. И следующие мои 3 лота. Если кто-то захочет продать 10 лотов, то вот, пожалуйста, он купит и мои 3, и, значит, по 4,12, потом по 4,26. И дальше будет, останется еще 4 лота на покупку. Ну, по 44, если это только кто-то захочет по рыночной цене. Вот, пожалуйста, человек стоит и хочет купить 44, продать лота по 44 доллара, 5 лотов, пожалуйста. То есть он ждет таких вот чудиков, которые просто поставят по ошибке рыночную цену. И вот здесь же то же самое, смотрите, на покупку. 2,25 доллара, 3 лота стоит. И дальше 0,67. Следующие 15 лотов. Ну, вот так вот. А следующие 0,66 и дальше 0,05. Все. Вот такие, так люди торгуют на низколиквидном рынке. Следующий смотрим. Вот у меня то же самое стоит с таким же расчетом. Еще 10 лотов на покупку путов, соответственно. И то же самое. 65-й пут. Вот, посмотрите. Теоретическая цена руб 62. Я по 0,76. Ну, понятно, что в долларах цены. Вот. Аналогично смотрим. Вот здесь стаканчик цен. Вот он по руб 90. 10 я куплю. Но теоретическая цена 2,60. Вот. И по 67 кол я готов купить. Давайте уже посмотрим до конца. Вот он 67-й. По 0,86. И, ну, теоретическая цена 2,09. Ну, то есть вот так вот. Тут больше, чем в два раза будет прибыль теоретически. Собственно говоря, вот так можно работать на низколиквидном рынке. Я просто поставил эти заявки, и они стоят. Они хлеба не просят. За выставленные заявки никто никаких процентов не берет. Ну, зато если это сработает, то есть вероятность заработать весьма и весьма неплохие деньги. О том, как это делать, как работать с опционами, как работать на срочном рынке и обо всем прочем, я рассказываю на своем курсе биржи для чайников. Кстати, с 25 февраля планируется новый поток живого курса. Я боюсь, что он будет последний, потому что я просто устал уже это делать. Но можно приобрести в записи, и курс в записи пользуется гораздо большим спросом, чем живой курс. Поэтому я думаю, что просто зачем мне лишний раз целый месяц, по три занятия в неделю, по два часа каждая, значит, сидеть у монитора, когда намного лучше продается то, что уже я сделал. Вот. Курс в записи, конечно же, стоит несколько дешевле. Вот. Есть еще возможность для тех, кто не может присутствовать на живых занятиях, а живые занятия происходят с 17 до 19 часов, понедельник, среда, суббота. То есть это не для всех время удобное. Удобно для тех, кто живет за Уралом. Вот. В основном, то есть время московское плюс там 2-3-4 часа. Вот. Ну, для этих людей придумана заочная форма. То есть вы будете получать записи только что прошедшего, прошедших занятий в записи, оперативно там, ну, в тот же день, либо на следующий день. Вот. Вот. Это заочная форма. Заочная форма тоже немножечко дешевле, там, на тысячу рублей. И стоимость там какая-то смешная. На самом деле там 6-5-4 тысячи рублей. То есть это намного ниже, чем предлагают обучение работе на бирже. Ну, другие трейдеры, которые обещают вам, что они вас научат. Вот. Вот. Там ценник такой 50 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. У меня, я повторяю, 4-5-6 тысяч. Это очень-очень демократичные цены. И, соответственно, ну, у меня целый месяц, понимаете, целый месяц, 3 занятия в неделю по 2 часа. Да. Конкуренты предлагают, они обещают вас научить тонкостям биржевой торговли, трейдингу за 3-4-5 занятий, не больше. Вот. И, соответственно, смотрите, да, они неплохие, те курсы. Я смотрел, но, смотрите, биржа для чайников. Вот те трейдеры, которые обучают там трейдингу, значит, каким-то стратегиям, предполагается, что вы уже умеете работать на бирже. Вы уже знаете, что такое брокерский счет. Вы уже знаете, как установить там этот терминал несчастный и как, так сказать, с ним работать. Так вот, большинство людей просто этого не знают. И именно для таких людей они полные чайники и предназначен мой курс «Биржа для чайников». Вот там вот вы видите буквочку «И», соответственно, если нажмете, там выскочит менюшка соответствующая, и у вас там будет на первом месте биржа для чайников, на втором месте будет ссылка на предыдущее видео про акции «Микрон», где акция упала до нуля. Вот, ой, сейчас тут вообще интересно происходит, смотрите, что происходит сейчас. Давайте вернемся вот сюда. О, смотрите, нефть падает, а она у меня продана. Посмотрите, я вот здесь продал, у меня сработала стоп-заявка на продажу, take profit, и стоит take profit, вот он, смотрите, take profit стоит на покупку. Он пересечен, но покупка не состоялась, потому что я, соответственно, поставил такие условия, так сказать, по take profit, значит, там отступ. Вот, только что она сработала, вы видите, вот живая заявочка. И, соответственно, посмотрите, очень хорошо сработала. Она стояла вот здесь, а сработала здесь. Понимаете, как это делать? Опять же, вы будете точно знать, если пройдете курс биржи для чайников. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все, сейчас прощаюсь. У вас есть все, значит, возможности вот туда вот направить на буквочку и нажмете. Биржа для чайников, подключайтесь, чтобы получать прибыль. Ну, вот, посмотрите, вот сегодня вот такой результат. Сейчас я вам его обведу, если вы этого не видите. Так... Вот. Вот таким вот образом. Видите, да? То есть, денежки можно зарабатывать. И этот курс может очень хорошо окупиться, достаточно быстро. Ну, в общем, я все сказал, что надо делать. До встречи, друзья. С вами был Демитков Юрий. Да, поставьте, пожалуйста, лайк. И подпишитесь, если вы еще не подписаны. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok